Всем доброго времени суток! Подписчики канала, зрители моего ютуба. Сегодня пришло время для высадки рассады арбузов и дынь в условиях Сибири. Высаживать лучше подготовленные заранее грядки я высажу 22 мая 25-дневную и 30-дневную рассаду. Грядки доверху заполнены и выровнены по краю землей, торфом, песком и также обязательно перегнуем один к одному. Далее грядка проливается очень хорошо, обильно водой теплой. Сейчас она у нас уже теплая с водопровода. И также накрывается агроспаном черным сверху. Обязательно по краям все прикрепляется степлером, все делается ровно в натяг агроспан. Создаем, так сказать, теплую грядку. Рассаду высаживаем 25-дневную, 30-дневную, не позже, потому что она тянутся потом начинает. Вот так выглядит рассада арбузов. Это два настоящих листика, фактически крепкая рассада. Для посадки делаем на агроспане разрез вот такого вида. Затем наши края заворачиваем вовнутрь. И вот в эти, так сказать, прорехи мы будем высаживать наши растишки. Посадку лучше осуществлять утром или вечером, не в санцепёк. Это тоже важный очень момент при высадке рассады. Самое главное при посадке это неперерощенная рассада, на мой взгляд. Вот рассада дынек выглядит вот так, имеет 4 настоящих листочка. Вот такую корневую. Можно высаживать также, когда есть 2 настоящих листика. Это ещё будет лучше, так как рассада легче приживётся. Так как, опять же говорю, травмирование корневой бахчевые дыни не любят. Делаем в наших прорезях углубления и высаживаем из наших стаканчиков вот так вот дыньки. Прикапывать должны почти посемидольные листики. Это важно. Ямку обязательно предварительно пролить хорошо ещё раз. И также пролить после того, как вы посадите наши дыни. Вот так выглядят дыни, вот так выглядят наши арбузики посаженные. То есть всё прикапываем фактически до семидольных листиков. Если у кого-то рассада вытянулась, то можно совершать посадку в кольцо. То есть до семидольных листиков заворачивать в колечко аккуратно. И высаживать, и обильно проливать затем водой тёплой. Вот такая нехитрая агротехника, на мой взгляд. Расстояние между посадками 50-60 см между лунками. Это важно. Можно посадку также совершать на клеёнку. То есть также степлером её закрепив. Это, так сказать, тёплые грядки. Ещё раз вот показываю, что прикапываем до семидольных листиков. Это важно. Так сохраняется лучше тепло. Агроспан чёрный на себя тянет солнышко. Грядка тёплая, соответственно, у нас получается. Так как она обильно пролита до посадки, плюс пролиты ещё сами растишки наши, то есть то в рост они тронутся быстро. И с минимальным повреждением корневой всё будет. Так как тёплые условия созданы на первых порах роста наших арбузиков и дыль. После того, как завершили посадку, обязательно укрываем дугами с лутросилом. Это важно, чтобы посадки не горели. И на ночь мы будем прикрывать также обязательно клеёнкой или агроспаном, или там лутросилом шестидесяткой на ночь. Так как у нас Сибирь холодно, растишки должны прижиться. Ещё раз повторюсь, вот в таких тоннелях будет. Это проветривание хорошее. То есть наши растишки будут днём находиться вот в таких тоннелях. Им будет тепло, они будут проветриваться. Агроспан чёрный будет держать, соответственно, тепло. Грядка тёплая получается у нас. Вот такая нехитрая агротехника посадки в Сибири наших растишек. Всё я вроде рассказала на сегодняшний день. Продолжение следует. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Выращивание арбузов в условиях Сибири на тёплых грядках, на агроспании или плёнке. Дальнейшая агротехника – это только полив по мере подсыхания. О подкормках расскажу в следующем видео. 15 дней от посадки ничем не подкармливаем. Всем спасибо за просмотр. Продолжение следует. Всего доброго! Продолжение следует.